Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Некоторый же муж именем Анане с женой своей сапфирую, продав имение, утаил из цены сведома и жены своей, а некоторую час принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не твоей ли власть находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все ей слова, Анане пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав, юноши приготовили ее к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот ходят в дверь, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, подойдя, нашли ее мертвой. И, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Такая история описывается в книге Деяния апостола в пятой главе. На первый взгляд, человеку, читающему не внимательно и без рассуждения, кажется, эта история какой-то несправедливой. Но за что Бог умертвил этого человека? Почему это произошло? Такой ли это страшный грех? Подумаешь, утаили что-то себе. Это же было все их, как рассудил Петр. Но здесь звучат грозные слова апостола Петра. Он так и говорит. Вы солгали не мне, не общине. Мы помним с вами с четвертой главы, что все в Иерусалимской общине было общее. И никто ничего не называл своим. Такой у них был принцип, такой был порядок Иерусалимской церкви, которой они сами согласились по собственной воле, которого сами согласились придерживаться. В чем же дело? Почему такое строгое наказание? Это наказание связано с лицемерием. Помните, как Господь Иисус Христос говорил, «Горе вам, лицемеры, что молитесь на показ. Горе вам, что хотите, другими словами, показаться перед людьми такими, как все». Этот грех, он очень опасен, потому что приводит человека к раздвоению личности. Это так называемые христиане воскресного дня. В воскресенье мы приходим в храм. Все хорошо одеты, приличные. В платочках, в длинных юбочках мужчины, в рубашках с длинным рукавом. Но часто бывает, что в сердце своем мы не пребываем в молитвенном состоянии, в слушании Слово Божие. Мы не вникаем в то, что происходит с божественной литургией, на сеношном богослужении, а только лишь осуждаем, думаем о своем. То есть мы находимся в таком двойственном состоянии. Вся аскетика православной церкви рекомендует человеку, настоятельно рекомендует, то, о чем говорит Спаситель Нагорной проповеди. Ты, когда молишься, затвори дверь за собой и помолись Богу в тайне, и Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. Что это значит, когда мы молимся в храме? Это значит, в сердце своем необходимо творить молитву. Если не умеем, надо учиться, заставлять себя, понуждать, ибо, как сказано, Царствие Небесное усилием берется, и прилагающие усилия восхищают его. Здесь они солгали Духу Святому. Они прошли против совести. Действительно, они могли это оставить, то, что у них есть, и не обманывать. Но обман состоял в том, как говорит здесь апостол Петр, что они в сердце своем допустили войти в сатане. Видите, как иногда люди говорят, зачем ты это сделал? Человек говорит, ну бес попутал. Не может бес попутать без воли человека, если человек этого не захочет. Если человек будет этим сопротивляться, когда его укрепляет благодать Божия, которая преподается в таинствах, в изучении Слова Божия, как сказано, Слово Божие освящает человека, тогда человек поставит преграду вхождение сатаны в сердце. Но они допустили. Вот что по этому поводу пишет Беда достопочтенная. «Выше сказано, что Аннания солгал Святому Духу, и так ясно, что Святой Дух есть Бог, и заблуждение македонян было осуждено прежде, чем рождено». Здесь Беда достопочтенная указывает на третью ипостась Святой Троицы, на Духа Святаго. Мы верим в Отца Бога, Духа Сына Бога и Духа Святаго Бога. Это личность, это не сила, это не энергия, как учили еретики. Поэтому, как сказано, хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. Видите, братья и сестры, иногда мы даже об этом не задумываемся, как это на самом деле тонко, в общем-то, как надо внимательно быть к своему внутреннему миру, к чему нас призывает и Господь, и Отцы Церкви, быть внимательными к своему внутреннему состоянию. Вот это показное христианство, ну, это, пожалуй, оно никому не нужно, и не только не нужно, оно даже вредно, и не только вредно, но, как мы видим, смертоносно. Василий Великий пишет по этому поводу, цитата. «И сказанное Петром Сапфири, что это согласились воискусить Духа Господня, вы солгали не человеком, а Богу, подтверждает, что согрешить против Святого Духа то же самое, что согрешить против Бога. Из Писаний же ты можешь узнать о соприсутствии и нераздельности Святого Духа во всяком действии от Отца и Сына. Когда совершает Бог деяние, а Господь деление служений пребывает с ними и Святому Духу, пребывает с ними и Святому Духу, подвластно участвуя в раздаче дарований по достоинству каждого. Нельзя обмануть Бога». Но Ананни и Сапфира хотели это сделать. Услышав, как мы с вами прочитали сии слова, Ананни пал бездыханным. Вот опять Беддостопочтенный пишет, что в его время, он это читает у блаженного Иронима Стридонского, у преподобного Анна Кассиана, были такие христиане, причем не только христиане, но монахи. Смотрите, что он пишет. «Не из-за жалобы вы не с Петр лицемером столь суровый приговор, но предвидя духом, что в будущем появятся плевелы, которые будут развращать простоту церкви своими порочными нравами, а из них наихудшими считаются род сарабаитов, которые вовсе, не отказываясь от своего имущества, притворяются, что придерживаются апостольской строгости». Сарабаиты. Я скажу, кто это были такие. Это были такие монахи, в чем их была особенность, которые говорили, что они отказались от всего, но только на словах. А на деле, на самом деле, они были стяжателями. Сарабаиты. «Он не позволил», продолжает Беддостопочтенный, «не позволил провинившимся увручивать себя никаким покаянием, но позаботился с корнем вырвать вредоносный побег для внушения страха потомкам». Конец цитаты. Копское слово, по некоторым неподтвержденным данным, ну, разные есть просто варианты, но оно означает, слово сарабаиты означает странствующий, оправленный, своевольный монах. Да, своевольный монах. Мы знаем, что дается три обета, безбрачие, нестяжание и послушание. Вот это своевольные монахи. Или как у нас бы сегодня сказали, ну, Шаталова пустынь. Он не знает, где ему прибиться и вообще не понимает, что с ним происходит. Такое тоже есть. Это... Мы это видим. О сарабаитах есть упоминание у блаженного, как я уже сказал, Ронима Стридонского, но более подробным об этом пишет преподобный Эан Кассиан в 18-м собеседовании. В конце IV века он посещал монастыри Египта. Он также пишет о трех родах монахов, называя третий сарабаитами. Вот что он пишет о них. Сарабаиты, которые уклоняются от строгости киновийской жизни, живут по двое и по трое в кельях, недовольствуясь попечением авы и не подчинаясь его власти. Но заботятся особенно о том, чтобы, освободившись от иго, подчиненности старцам, иметь вольность исполнять свою волю, выходить куда бы ни вздумалось и делать что угодно. Днем и ночью изнуряет себя паденными работами, даже больше, нежели живущие в киновиях, но не с тою верою и не с тем намерением. Ибо они это делают не для того, чтобы плод своего труда передать в распоряжение эконома, но чтобы приобрести себе деньги, которые сберегают. Смотрите, какое различное между ними, киновитами и сарабаитами. Те, нисколько не думая о завтрашнем, с благодарностью приносят Богу плоды трудов своих, а эти не только на завтра, но и на многие годы вперед, простирая заботы, без веры, считая Бога лживым или неимущим, как будто он обещанного ежедневного пропитания и одежды доставить им не может или не хочет. То есть, он здесь напоминает, что не забудьте о завтрашнем дне. Слова Спасителя. Те всячески стараются жить несостоятельности и нищете, а эти приобрести полное обилие всех благ. Те, киновиты, ревностно стараются в ежедневных работах сделать еще сверх назначенного урока, чтобы из того, что будет превышать потребность монастыря, по распоряжению Ава отдавать в темнице или странноприимнице или в больнице или нуждающимся. А эти сарабоиты стараются о том, чтобы то, что превышает ежедневное пропитание, употребить на роскошные удовольствия или, по крайней мере, сберегать по сребролюбию. Наконец, если положим, что они, собранные не с лучшим намерением, могли бы употребить лучше, неужели, как мы сказали, то, что это не равнялось бы заслугой добродетели и совершенства киновитян. Ибо последнее приносит монастырю столько доходов и ежедневно, отдавая их, живут в таком смирении и подчинении, что отказываются от власти распоряжаться как собою, так и приобретенным собственными трудами, постоянно возобновляя горячность первого самеротверждения, когда ежедневно лишают себе плодов своих трудов. Вот, пожалуйста, преподобный Ангелсиан пишет о двух родах монашества, не говоря уже о мирянах. А тогда на самом деле в Иерусалимской церкви было все общее, и они сами согласились жить по этому правилу, но Ананин и Сапфир решили что-то утаить. На всякий случай. Это недоверие Богу, это лицемерие, это грех к растолюбию. Великий страх, как сказано, объял всю церковь. Великий страх. И мы читаем далее. Руками же апостолов совершалось в народе много знамений и чудеса. Многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломонову. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Тоже интересное и важное указание. Из посторонних никто не смел пристать. То есть люди неверующие не могли называться учениками. Они были посторонние. Но, тем не менее, следовали за ними. Это говорит о важности вхождения через Святое Крещение в общение с Церковью. Верующий более и более присоединялся с Господу множество мужчин и женщин. Так, что выносили больных на улице, полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых, духами одержимых, которые исцелялись все. Интересное здесь упоминание о том, что даже тень Петра, то есть тень апостола Петра, то были люди настолько преисполнены благодатью Божией, апостолы, просвещенные Духом Святым, что они могли не только говорить, но Дух Святой благодатью даже через их тень исцелял людей. Это посыл к людям, которые говорят о том, что не надо почитать никакие предметы святые, не надо почитать иконы, не надо почитать то, что есть в храме, святые предметы, какая разница, чашка, она и чашка, и чаша святая, и чаша святая, нет никакой разницы. Даже тень апостола Петра сказана. То есть благодатной энергии способен стяжать человек, снова повторю, что даже тень и платки, как сказано, которые накладывали, исцеляли людей. Это нам дает такое право утверждать Священное Писание. Перед священник же и с ним все принадлежащие к ереси саудукейской исполнились зависти. Опять мы встречаемся с этими людьми саудукеями. Мы видим, что они исполнились зависти. Зависть это последняя заповедь закона Божия. Последняя заповедь закона Божия. Нарушая которое, как мы помним, Каин, первый человек убийца, убил брата своего, Авеля. Кто такие были саудукей? Вот бед достопочтенный опять пишет. Так саудукей это слово переводится как праведные, ведь они притязали быть теми, кем в действительности не были, как мы читаем ниже. полностью отрицая телесное воскресение, говорили, что душа погибает вместе с плоти. Впрочем, они не верили даже, что существуют ангелы или какие-либо духи. И принимают только пять книг Моисеевых с презрением отвергали предсказания пророков. Видим, что вообще-то саудуки это в некой степени атеисты. Ну, такие любители полистывать священное писание, но в большей степени отрицают и воскресение из мертвых, и ангелов, и духов, и говорят, что человек после смерти умирает. Итак, мы читаем с вами далее, что первосвященники исполнили зависти и, как сказано в 18 стихе, наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выявил, выведя их, сказал, идите и встав в храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, выслушав, пошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и который с ним придя, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители придя не нашли их в темнице и возвратившись донесли. Говоря, темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражи стоящими перед вратами, но отворив не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники не удумевали, что бы это значило. Видим, что, как сказано в Священном Писании, что нас может отлучить от любви Божьей. Не бойся, сказано, малое стадо. Любящим Бога все содействует ко благу. Казалось бы, все, ничего невозможно сделать. Взяли, осудили, причем без суда даже пока еще, бросили в темницу так называемый следственный изолятор. Вот они там сидят в следственном изоляторе и ждут, когда будет суд. ангел Господень, как сказано, входит в темницу и освобождает их. Эти люди, апостолы, были наказаны начальниками, власть имущими без вины. Без вины виноваты. Сегодня у нас есть нечто подобное ситуация. Мы слышим очень много скандальных историй, когда священников, миссионеров сажают в тюрьму. Якобы, как говорят, они к кому-то приставали, без доказана причем. Человек находится в следственном изоляторе. Я знаю одного такого миссионера, который больше полтора или два года, около двух лет, просидел в СИЗО. В общем-то, все, что было, оказалось клеветой. Два года человек просидел в тюрьме. Слава Богу, что он был верующий человек и остается верующим человеком. Он сказал, что это время мне пошло на пользу. Столько я мог помолиться, почитать Священное Писание, отцов в церкви, в другое время, говорит, я бы не нашел столько времени. Любящим Бога все содействует ко благу. Это с одной стороны, но с другой стороны действительно часто бывают эти наветы и обвинения бездоказательны. Так и здесь, как Господь Иисус Христос предупреждал, как меня гнали, так и вас будут гнать. Поэтому нам, христианам, надо быть к этому готовыми. Мы часто готовимся к чему-то другому. Как встроиться в это общество, как встроиться в этот светский мир, как сжиться с ним, а надо ли нам это? И зачем? Как сказано, не сообразуйтесь веком этим. Я эти слова повторяю часто, они очень назидательные, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И дружба с миром, как сказано, вражда против Бога. Поэтому зачем мы это делаем? Нам надо готовиться к другому, проповедовать слово Божие, неповрежденное, готовиться к тому, что за это, в общем-то, если удостоимся, то можно и пострадать. Итак, ангел Божий, Господь, вмешивается и освобождает их из темницы. Они недоумевают для этих людей, синедрион, для начальства. Конечно, непонятно, что произошло. Как это так их нет? Кто их отпустил? Дальше, как мы считаем с вами в 25 стихе, пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Для них, конечно, ситуация была совершенно непонятная. Но то, что человеку невозможно, возможно Богу. То есть, здесь для них произошло очевидное, но невероятное, как они могли выйти. Тем более, для саудукеев, людей неверующих. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Мы видим, что народ был на стороне апостолов. Поэтому они лицемерно себя ведут вот так человекоугоднически. Приведя же их, поставили в синедрион и спросили их в первосвящении, говоря, не запретили ли вам накрепко учить а им не всем? И вот вы, наполненный Иерусалим мучением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Хотел бы напомнить кровь того человека. А когда кричали «распни его, распни!» Разве не кричали они там «кровь его на нас и на детях наших?» А теперь они говорят «вы хотите навести на нас кровь того человека, говоря о Христе». Разве они сами не дали на это согласие? Петр же и апостолы в ответ сказали «должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Они повторяют те слова, которые мы уже слышали в четвертой главе. Но там они сказаны немножко по-другому. «Рассудите сами», там они говорили, «кому должно больше повиноваться, Богу или вам?» Здесь апостол Петр говорит более кратко «должно повиноваться и утвердительно» «больше Богу, нежели человекам». Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Дать Израилю покаяние и прощение грехов. Снова звучит призыв к перемене мировоззрения, к перемене отношения к жизни, к окружающему, к священному писанию. Не так, как видели это фарисеи. Сегодня это тоже звучит актуально. Покаяние — это не просто нравственная какая-то лишь перемена. Пришел, нашкодил, ушел. Как говорят, пришел батюшка поисповедаться или покаяться? Батюшка так и спрашивает. Ты поисповедаться или покаяться? А, поисповедаться, ну понятно. Перечистить грехи, грехи там в список, и опять побежать, делать все то же самое. Нет. Что такое покаяние? Это постоянное, но если хотите, напряженное состояние ума и сердца, и воли, понуждение воли к исполнению заповедей Божьей. Для того, чтобы это делать, необходимо вчитываться в тексты божественного откровения. Зачем? Для того, чтобы понимать, а как правильно это делать. Не будем это делать никогда, так для нас останется пустой звук. Жить по заповеди Божьему. А что это такое? Непонятно. Когда вчитываемся в святоотеческую литературу, тогда только становится понятно. А, вот оказывается, «А я-то думаю, что я уже не Божитель, а оказывается, я грешник, а я подумал, что я уже святой». Такое тоже бывает, когда человек о себе мнит. Такое самомнение, такая самоуверенность вместо веры в Бога, самолюбие вместо любви к Богу и к человеку, самонадеяние вместо надежды на Бога. Они призывают к покаянию. «Его возвысил Бог десницей своей в начальник и спаситель, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Кому Бог дает Святого Духа и Благодать Святого Духа? Тот, кто ему повинуется. Помните ведь молитву «Отче наш». Когда мы молимся молитвы «Отче наш», мы говорим, «Да будет воля твоя, яко на немесе и на земле». А когда наступаем на одни и те же грабли, набиваем себе шишек, то Господь нам говорит, «Да будет воля твоя». Пожалуйста. Пожалуйста. Ну и на шишках надо учиться. Не всегда же их только зеленкой мазать. Да. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли и умышляли умертвить их. Почему так? Ну, самоправедность и самомнение не может допустить, чтобы кто-то меня учил. Вот у Ивана Андреевича Крылова есть очень хорошая басня, почитайте. Она называется «Пастух и комар». Ну, басня просто шикарнейшая. Если кто-то... Она очень короткая. Он там говорит о том, что комар увидел, как змея подползает к этому дремлющему пастуху, а у него там псы были на страже, они, конечно, эту змею не увидели. И комар решил разбудить, потому что видит, что боится, что сейчас укусит эта змея, этого пастуха. Да, пастух, прообраз библейского известно кого. Но он так жужжалом на духом, что он его махнул и прихлопнул. Змея, конечно, убежала, но и комар оказался прихлопнутым. Поэтому почитайте эту басню, она очень поучительная. Да, как говорит сказка, лошадь, в ней намек, добрым молодцам урок. Тоже полезные бывают вещи. Услышав это, они разрывались от гнева и мышляли умертвить. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законноучитель, уважаемым всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Они, ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого и к нему пристало около четырехсот человек. Но он был убит, и все, которые слушали его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галильянин, и увлек за собой довольно народа. Ну и он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И да не говорю вам, а отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и дело, это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегите, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его, призвав апостолов, били их, запретив им говорить об имени Иисуса, и отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благоуставать об Иисусе Христе. Так завершается эта глава. То такой был Гамальил. Он был, как говорят в церкви, статистикам Златоуста об этом пишут, тайный ученик, который находился в Синедрионе. Он был друг апостолов, но он находился в Синедрионе, потому что в данный момент как чиновник такого высокого ранга он был полезен. Тоже очень хорошая подсказка и очень хорошая мудрость. Он был полезен именно там для того, чтобы защищать, если хотите, дело благовестия и благовествовать в самом Синедрионе. Что, о каком Февде и Иуде он здесь говорит? Действительно, у Иосифлавия описывается эта история, когда Февда некоторый лжепророк, который говорил о том, что он способен остановить Иерусалим и Ордан, течение Ордана и что люди перейдут и много-много всяческих еретических у него было соображений, он был взят и его казнили. И все люди, которые следовали за ним, они рассеялись. А кто такой был Иуда, галилеянин? Он сказал о том, тоже у Иосифлавия это есть, он говорил о том, что если вы платите десятину, то есть даете пожертвование на храм, то, в общем-то, от подоходных налогов вы освобождаетесь, не надо платить налог кесарю. Ну, за это он тоже был схвачен, его казнили, и все его последователи рассеялись. Поэтому, он говорит, смотрите, если это так, этого же тоже убили, значит, если это дело не от Бога, то они все рассеются. Но мы сегодня с вами, братья и сестры, свидетели того, что дело Божие, оно дело Божие, потому что сегодня уже две тысячи лет с того момента, как Христос был распят и воскрес. Поэтому эти слова сегодня звучат очень актуально, очень актуально. А если от Бога, то вы не можете разрушить Его. Действительно так. И да будет так. Мы видим, что апостолы, когда пострадали за Христа, они шли и радовались. У них была радость, что они удостоились, как здесь сказано, удостоились пострадать за Христа. У нас часто бывает по-другому. Если мы, делая какое-либо доброе дело, слышим упреки в свой адрес, а не похвалы, ради которых часто мы, в общем-то, что-то и делаем, чтобы нас заметили, увидели. А если мы еще услышали и какие-то упреки, то мы сразу говорим и обижаемся. Вообще делать ничего не буду. Вот, например, по этому поводу они же пошли из Синдриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестье, пишет поликарп, святой поликарп Смирцкий. Цитата. «Будем непрестанно пребывать в нашей надежде и залоге правды. Залоге правды нашей Иисусе Христе, который грехи наши сам вознес телом своим на древо, который не сделал никакого греха и не было лести в устах его». Слышите? 1 Петра 2.22. «И не было лести в устах его». «И который все претерпел ради нас, чтобы нам жить в нем. Будем подражать подражателями его терпения. И если будем страдать за имя его, прославим его». И вот такой образ он представил нам в самом себе. И мы уверовали этому. Конец цитаты. И аминь.